МИХАИЛ ХЕНАХ Анти Глава первая Просто красив храм мой Уже почти год стоит здесь, на земле язычников Я сам хоть и городской, но прислан сюда вглушно садить веру истинную Восстановить разрушенную и поруганную церковь в старинном урочище И... и самому укрепиться в вере Растляет душу человека суета мирская, возня за теплое место излишества, привилегий А мне другое надо, поэтому я здесь Тяжелым трудом из руин поднял я церковь святого мученика Мученик — это не пустое слово, страдание за веру — высший пример силы духовной Как можно силу эту обрести в грешном городе с бездушными людьми? Поэтому я здесь Единение с природой, тишина и безмятежность, простой быт К этому я стремился, оставив старую сытую жизнь, а край здешний прекрасен, Чист, суров, того мне и требуется Я верую, но как же велика милость Божия к тем, кому он подал знак Ниспослал ангела небесного, явился светом, говорил наяву О таком мечтаю я, хоть и грешны такие мысли, но этого всем сердцем хочу Поэтому я здесь Глава вторая Храм давно открыт, а приход мой скудный, почти никто не ходит Я ездил по округе, разговаривал с местными Уважают они меня, но веры своей языческой не оставляют Пусты мои слова для них, или я не могу найти нужных слов Да и есть ли в словах такая сила? На заре веры христианской сколько чудес свершалось, чтобы убедить язычников открыть сердце Христу А что я могу сейчас со своей болтовнёй? Я изучил местные верования, легенды, обряды Красивые сказки, да так, ладно, скреплены между людьми и их краем Что только насилием можно разбить эту цепь, но можно ли так? Не можно Надежды мои попраны, потому что грешен я и тщеславен, но характером крепок Хочу делом доказать силу и правду своей церкви И я придумал, как это сделать Одна из немногочисленных прихожанок, девушка по имени Мэу, дочка директора магазина Сам он якут или тунгус, а жена его русская Привозит мне каждую неделю необходимые продукты, бесплатно, в дар от общины Она всегда приезжает перед службой, остается послушать, мы иногда разговариваем Мэу умная, красивая и добрая, самая желанная невеста в округе Однажды я спросил у нее, чего больше всего страшатся местные, что их пугает с точки зрения их веры Девушка рассказала, что есть в этих лесах особенное место Мертвая гора, туда запрещено ходить и охотиться Шаманы говорят, там проклятая злым духом земля и даже звери обходят ее стороной А еще она рассказала, что если часто думать об этом месте, то человеку начинают сниться странные сны Это злой дух приманивает к себе на погибель Говорить о мертвой горе среди местных табу, поэтому приезжие чужаки ничего о ней не знают Очередная дикарская сказка, но мне пришла в голову лихая идея, как я смогу убедить язычников, что моя вера сильнее Я пойду в поход и поднимусь на эту сопку, на ее вершине установлю флаг моей церкви, лих святого мученика Если все получится, в церковь христианскую придут неразумные дикари Вот тогда служение мое обретет долгожданный смысл и пользу Глава третья Начал подготовку к походу, все складывается удачно, пройти к нужному месту проще всего после наступления устойчивых заморозков Чтобы не вязнуть в болотах и мне недолго осталось ждать Вчера случилось чудо Как обычно, перед сном помолился и пошел на прогулку в окрестностях храма И вдруг заметил пару изумрудных огней в заснеженном лесу Как раз в том направлении, куда мне нужно будет идти Огни словно танцевали, и стоило мне начать приближаться, как они тут же отступали вглубь Я был немного напуган, но и одновременно воодушевлен Похоже, что я на правильном пути, и свыше мне подан знак Я готов, и уже завтра с рассветом выдвигаюсь на маршрут Глава четвертая День первый Настроение отличное, погода хорошая Такую же синоптики обещают на всю предстоящую неделю Совершил молитву в храме, запер дверь и повесил объявление о временном отъезде Теперь пора в дорогу, и слава богу По моим расчетам, путь до Мертвой горы должен занять семь дней Сложный маршрут, но я не новичок в этом деле Служил по молодости в военной разведке Так что о том, что такой дальний поход, восхождение, знаю не понаслышке Все, одеваю лыжи и в лес День третий Проснулся, сейчас самое раннее утро, пора вылезать из спальника Два дня прошли как один, иду по графику, все хорошо Тяжеловато, правда, немного, форма физическая уже не та, но терпимо Помолился Сижу у горелки, грею завтрак, кофе пью А вокруг красота невероятная Лес белый, украшен словно хрусталем Все на солнце искрится, играется и переливается На душе полный восторг Только Господь способен соорудить такое великолепие Только он А человеку должно с благодарностью эту красоту принимать И душу свою на верный лад перекраивать Я вот так думаю Хорошо День пятый Ночью был сильный снегопад и сейчас метет Не обещали, но выпал паскуд, прости Господи Все белым белок, где земля, где небо не разберешь Наверное, так же и в раю, только наверняка теплее Идти стало тяжело, видимость плохая Снова видел огни, корректирую по ним маршрут День шестой Иду шестые сутки Точно шестые Я так устал, башка уже ничего не соображает Днем перестал работать спутниковый навигатор Достал компас, так и он брешет собака Видимо тут магнитные аномалии или еще что-то такое Все-таки не зря местные не суются сюда Нужно было лучше готовиться Грешен, 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 Господи Остановлюсь на ночлег пораньше Очень устал и нужно решить, как действовать дальше Идти на сопку уже опасно Погода резко ухудшилась А возвращаться обратно стыдно Ночь Огни совсем близко Жуткие они какие-то Здесь, когда совсем один Кажется, я в беде Но принял решение не отступать Верю, что поступаю правильно Собираю лагерь и иду за ними А там, будь что будет В крайнем случае, выпущу сигнальные ракеты В поселке должны их заметить и прийти на помощь Помолился День седьмой Иду без остановки пять часов Мороз сильный Прогноз к чертям под хвост Начал подъем на сопку Сил нет совсем Сказывается низкое давление Барическая яма Но на все воля Божья Иду пока жив Оставил палатку Заберу на обратном пути Снова закат Устал смертельно Готов просто лечь в снег и уснуть Огней снова нет Играют со мной Может это просто злая шутка природы Жестокий урок для дурака Возомнившего себя избранным Или это местные Так меня разыгрывают Соплячка Мэу рассказала о нашем разговоре Хотя я и не говорил Что сам собираюсь сюда Или это испытание Или-или Или-или Нужно просто дойти Хоть на четвереньках Доползти до проклятой вершины И крепко-накрепко поставить флаг А потом хоть сдохнуть Но не сейчас и точно не зря Глава пятая Я наверху И я все еще жив Чувствую себя намного лучше Душу сжет стыд За недавнюю слабость Но я рад, что смог сюда попасть Тут почти нет ветра И заметно теплее Это место похоже на кратер Окаймленный скалами по периметру А внутри совершенно круглое Ровное, как стекло Замерзшее озеро Зрелище Потрясающее Звезды словно устроили парад Над моей головой Над этим удивительным местом Будто оно центр земли Ощущаю себя первым и единственным человеком Словно не было больше никого Только я, земля И небо без дна Бездна неба И где-то там в ее глубине есть Бог И он тоже сейчас смотрит на меня И может даже говорить со мной Только я ничего не слышу Помолился Пора выбрать видное место Для установки флага Хоть сейчас мне моя затея Кажется глупостью Но дело нужно доделать до конца Чтоб потом ни о чем не жалеть Обратил внимание на высокий скалистый выступ На другой стороне озера Пойду к нему Опять чудеса Я на середине озера Вижу подо льдом какое-то пульсирующее свечение Встал на четвереньке Стараюсь рассмотреть его и Господи Иисусе Слышу человеческий голос Я так рад Что ты наконец-то пришел ко мне Непонятно откуда звучат слова Может даже прямо у меня в голове Но это точно не мои мысли Или галлюцинация Я знаю Ты давно ищешь меня Так приди же ко мне И я благословлю тебя Из глаз моих покатились слезы Душу заполнила такая щемящая радость Что не продохнуть Что мне надо делать Спрашиваю Любуюсь игрой света в толще льда Приди ко мне Я жду тебя здесь И ты получишь то Чего больше всего хочешь Свечение дрогнув Исчезло с последним звуком голоса Нет-нет-нет-нет-нет В панике глажу лед Стучу по нему кулаками Умоляю свет вернуться Но ничего не происходит Лишь слова Произнесенные таким близким Родным и добрым голосом Повторяются эхом в голове Приди ко мне Приди ко мне Помолился Успокоился Ясно очевидно Если огни были подо льдом То значит и я должен туда попасть Но как? Вернуться сюда весной Рискнуть пройти через болото Когда озеро Мертвой горы растает А растает ли оно вообще В этой аномальщине? Продать все, что есть Нанять вертолет и прилететь сюда С экспедиции? Черта с два Это случилось только со мной Здесь и сейчас Нельзя упускать свои шансы Нельзя звать сюда никого Голос говорил Со мной Только со мной Так что же делать? Так У меня есть небольшой Туристический топорик Не знаю На какую глубину Нужно выдолбить проклятый лед Остается надеяться Что толщина небольшая Иначе тупик Я просто не смогу Остаться надолго С таким запасом еды А зверья для охоты Тут нет и в помине Рубил лед Часа два Со стервенением сумасшедшего Почти без отдыха Уже несколько раз подряд Выронил топор Пора сделать большой перерыв На склоне растут Куцы и деревца Думаю Согреться Поесть И обязательно переодеться Одежда мокрая насквозь Болеть нельзя Я еще вчера Принял препараты Чтобы быть функциональным И не засыпать Но время их действия Истекло Теперь особенно После скудного ужина Я чувствую себя Выжатым как лимон Все Залезаю в спальник Поближе к костру И отключаюсь Проснулся от холода Снился какой-то Отвратительный Тревожный сон Но стоило ощутить себя Тут же его забыл А ну и к лучшему Вокруг все тот же пейзаж Небо и лед Ощетинившийся каменный периметр Холод заставил подкинуть веток В прогоревший костер Он в благодарность Весело затрещал Разрастаясь языками пламени Не вижу смысла Тратить силы На углубление Жалкой ямки Очевидно Что озеро Промерзло глубоко А как здесь могло быть иначе Эти огни Совсем Свели меня с ума Нужно готовиться К возвращению Навигатор запомнил маршрут Это дает хороший шанс А вот сильной снегопады Накануне нет Перед уходом Сделаю с высоты Пару выстрелов Из ракетницы Чтобы была надежда На помощь Хватит уже приключений На мою задницу Теперь нужно просто выжить А все остальное Потом Собрался И перед тем Как стрелять В голове Мелькнула шальная мысль Я в опасные походы Всегда ношу с собой Гранату Как последний аргумент Ну например От лихих людей Привычка Со времен службы Не раздумывая Отношу рюкзак подальше Возвращаюсь К выдолбленной яме Выдергиваю чеку Осторожно Сбрасываю гранату вниз И отбежав подальше Падаю на лед Бам Смотрю Дохлый номер Лед ожидаемо Глубже чем воронка Теперь точно все Лезу в рюкзак С запусковым пистолетом Заряжаю Скидываю руку вверх Выстрелить Я не успел Раздался громкий треск И место Где только что Произошел взрыв Просто провалилось вниз Образовав воронку Не меньше пяти метров В диаметре Внизу Черным черно Пришлось достать фонарь Свечу вниз И ничего не понимаю Свет просто тонет Во тьме Видимо яма очень глубокая И в ней судя по всему Нет воды Странно Вспомнилась фраза Про бездну Которая обязательно Смотрится в тебя Если будешь Слишком настойчиво Пялиться в нее Пожалуй Привяжу фонарь К веревке Измерю глубину И может увижу Что там внизу Жалко просто так уходить Может это еще не конец Так-так Фонарь пошел вниз Мать честная Кажется там внизу Что-то большое Какая-то поврежденная Сферическая поверхность На вид как метили Сплав Это что Обломок ракеты Ну почему Подо льдом Прыгай Колоколом ударило В голове Странное Оцепенение Спеленало сознание Словно кто-то Заимствовал Без спроса Мое тело Я По неволе Качнулся вперед И Полетел Вниз Глава Шестая Над моей головой Бесконечное Синь неба Вокруг Волнами Лежит Желтый Песок Пустыни Ступни Погрузились В него Я его Чувствую Однако Странно В этом Солнечном Эдеме Все так же Холодно Так же Как Где Не Помню Впереди Из песка Возвышается Каменная Глыба В ней Искусно Вырезана Рукотворная Пещера К ней Мне нужно Идти И я Иду Под Высоким Сводом На входе Показалась Фигура Смуглого Человека В белых Одеждах Он Двинулся Мне Навстречу И чем Ближе Мы Становимся Друг Другу Тем Больше Я Узнаю Его И сердце Мое Заполняется Восторгом И Любовью Отправлял Стою Перед Ним И преклоняю Колени И он Говорит Мне Я Посланник Наравне С тем Кого Ты Почитаешь Более Всего Злая Воля Заперла Меня В ледяном Плену Поэтому Люди Остались Без Пастыря Ведущего К целительному Свету Искупления Ты же Знаешь Как Несправедлив И жесток Окружающий Тебя Мир Как Сильный Угнетает Слабого И нет Ни для Кого Справедливого Суда Все Это Так Я Знаю Знаю Отвечаю Рыдая Ты Сам Творил Зло Я Вижу Тебя Я Все Сделаю Ради Тебя Только Прикажи Я Буду Идти Везде За Тобой Слушать Только Тебя Только Не Отвергай Меня Ты Уже Сделал Самое Важное Ты Здесь Ты Моя Надежда И Ты Сам Станешь Мной Когда Получишь Мое Благословение Благослови Закрой Глаза И Открой Рот Я Причащу Тебя Своей Кровью И Плотью Я Сделал То Что Он Просил Чувствую Присутствие Во мне Уходит Ясность Сознания Возвращается Осмелившись Я решаю Заглянуть Ему В лицо Увидеть Свет Его Чуть Приоткрываю Веки И Что За Я Нахожусь Внутри Странного Шарообразного Объекта Напичканного Непонятным Чужеродным Все это Весьма Отдаленно Напоминает Операционную Сосложенную Системой Жизнеобеспечения Она Подведена К открытой Капсуле Медленно Поднимая Глаза Чтобы увидеть Кто Или что Внутри Кажется Мое сердце Сейчас Остановится От страха Этого Не может Не должно Быть Там Возвышаясь Надо мной Сидит Сам Дьявол И Сохшая Но еще Живая Непостижимая Тварь Омерзительная Жуткая Она Похожа На громадное Членистоногое Насекомое Поросшее Какой-то Бурой Плесенью С непропорционально Большим Грибовидным Наростом Головой Откуда На меня Таращится Ряд Выпуклых Черных Глазок В которых Нет Ничего Кроме Бесконечной Тоски Теперь Я все Понял Она Ненадолго Упустила Меня Из своего Гипнотического Капкана Переключилась На что-то Другое Что-то Более Важное Поэтому Я и могу Видеть ее Такой Видеть ее Настоящей Я вижу Но не могу Двигаться Тело Не слушается Боже Помоги Мне Господи Пусть я Замерзну Насмерть Пусть меня Загрызут Дикие Звери Все что Угодно Лишь бы Не быть Сейчас рядом С этим Нет Пасть этой Мерзости Обрамленная Подрагивающими От возбуждения Хитиновыми Челюстями Открывается Нет 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 Не трогай Меня Раздался Резкий Стрекок И в лицо Священника Выстрелило Алое Облако Спор Глава Седьмая На окраине Поселения В большом Ладном Доме Во дворе Который Украсовалась Украшенная Мерцающими Огоньками Здоровенная Ёлка Собрался Народ Внутри Шумно Весело Люди Сидят За праздничным Столом Коренастый Мужчина С раскосыми Глазами Сидящий Во главе Поднялся И сделал Рукой Жест Остальные Притихли Дочка Моя Мэу В отличие От меня Дурака Продолжила Дело Своего Деда Моего Отца Ученым Человеком Стала Университет По специальности Физика И астрономия В Иркутске Закончила Присутствующие Одобрительно Загудели Расскажи Чем ты И сейчас Эдаким Занимаешься Что в нашу Глушь К родителям Вернулась Что тут У нас Такого Интересного Спросил Мужчина Добродушно Улыбаясь Девушка Смутилась И залилась Краской Я изучаю Проблему Внеземных Контактов Но если По простому То смысл Исследований Такой Чем больше Объект Заметен Тем больше У него Шансов Быть Замеченным Многие В основном Охотники Согласно Закивали И Мэо Продолжила С конца 18 века Века Начала Промышленной Революции Наша Планета Согласно Шкале Академика Кардашова Стала Энергетическим Маяком К тому же Мы отправляем Бесчисленные Радиосигналы В космос Тем самым Становясь Потенциально Заметными Для контакта Есть версия Что падение Так называемого Тунгусского Метеорита На самом деле Была авария Космического Аппарата Привлеченного Нашей Техногенной Активностью А вилюйские Медные Котлы В Елюю Черкечех Это части Того самого Потерпевшего Крушения Объекта Я уверен Что наша Земля До сих пор Хранит следы Неудавшегося Вторжения А мы Об этом До сих пор Ничего не знаем Шаманы Знают Сюгет Айон Прогневался Поселил Абаахы На Мертвой Горе Вклинился Промышленности Всю землю Потравили Надо жить Как предки Жили просто И в гармонии С природой Добавила Мать Меу Милая Прости Это все Очень-очень Интересно Потом нам Все как надо Расскажешь Просто Новый год Подождать Не умеет Прервал дочь Отец Подняв Вверх бокал Гости Зашумели И последовали Примеру Ну дорогие мои Выпьем за мою дочку Умницу Красавицу И чтобы в следующем Году У нас все было Очень хорошо И чтобы мы не думали Как же хорошо Жилось в году Придыду В дверь постучали С чем? Кого там еще Принесло? Это дедушка Мороз Нам закусочки Принес Сострила Дородная дама С огромным бюстом Ага На белых оленях Привез Тань Пойди Глянь Кто там Попросил хозяин Дома Продавщицу Из своего магазина Женщина Нехотя встала Из-за стола Взбудоражив Своей внушительной Красотой Рядом сидящих Мужичков И нетвердой Походкой Подошла И отперла Дверь Нешироко Приоткрыла Чтобы не запускать Холод в дом На пороге Стоял Мужчина Снеговик Лицо его Было абсолютно Белое Как у покойника Из-под бровей С густо Налипшей наледью Глядели Безумные Красные От лопнувших Капилляров Глаза Смутно Знакомый Незваный Гость Протянул руку Цепкими Ледяными пальцами Сдавил плечо Оторопевшей Женщины И сипло Произнес Ад Ад Открой Рот Редактор субтитров А.Семкин